Всем привет! Это дневники Тёрного Копателя. Сейчас я посмотрел документальный фильм немецкого телевидения, посвящённый одной истории. История такая. В марте 2022 года некто Паскаль, мужик такой, 3-4 года ему. Он раньше служил в Бундесвере 4 года, даже был в Афганистане. Там участвовал в миссии ИСАФ. И он решил, подавшись на всю эту антирусскую, русофобскую, антипутинскую пропаганду, поддался и зашёл на какой-то сайт, там, сражаясь за Украину, как это называется. И решил вступить в иностранный легион на Украине. Связался там с местными вербовщиками. В общем, они сказали, приезжай, давай, давай, приезжай, твой опыт подойдёт. Хорошо, что немец, да, всё такое. И он поехал. У него была, как он сам признаётся, главная задача, ну, вот, как бы, сражаться, типа, за свободу, ну, и убивать русских. Вот такая его была, собственно, миссия. Да. Он приехал на Украину, значит, и его влили в какой-то вот этот легион, иностранный легион, так они называли. Сначала он оказался на Еворовском полигоне в Львовской области. И в ту же самую ночь, когда он там оказался, 13 марта, этот Еворовский полигон разбомбили. Но его не зацепило. Там где-то в каком-то зале, значит, спортивном ночевал, его там не зацепило. А многих из этих наёмников, которые таким образом приехали, их, короче, там укокошило полностью. После этого, ну, там какую-то они провели перегруппировку, подготовку, и отправили, короче, его потом под Киев. Под Киев. Практически сразу же. Значит, под Киевом он оказался в районе Ирпеня. И мы помним, да, там события были, что наши с Беларуси зашли с севера, в общем, и показывали в новостях, что вот, возле Ирпеня дом разрушили, русские артиллерии разбомбили дома местных жителей, троливали, пятое-десятое, несчастные люди показывают стариков, бабушек, дедов, вот этих всех, с палочками, плачущих. Вот. А этот Паскаль рассказывает, а я это узнаю, говорит, этот посёлок, узнаю эти крыши, этого дома. Мы, говорит, с моими комрадами, с моими комрадами украинскими, на тот момент он был один, ну, его придали, как пулемётчиков, его придали какому-то подразделению украинскому, значит. Мы с моими украинскими комрадами заняли этот дом, заняли этот чердак и оттуда пуляли, в общем, держали типа оборону. Потом, в какой-то момент, значит, у нас закончились аккумуляторы на радиостанциях, и мой украинский командир вёл с нами связь, ну, организовал с нами связь по WhatsApp, по мессенджеру, вот. Хотя, говорит, я знаю, что это не очень хорошая идея, это смертельно опасная идея, но нам ничего не оставалось сделать. И, в конце концов, значит, этот дом вместе с чердаком накрыла русская артиллерия. Они обнаружили эти все сигналы сотовых телефонов и накрыли. И потом мы стали оттуда отходить, и в какой-то момент для меня стало крайне неприятной, неожиданностью, то, что я увидел, что мои товарищи украинские сматываются, уходят, я уже понял, что они сматываются, а меня они ни о чем не предупредили, я там остался типа с пулеметом их прикрывать. И говорит этот Паскаль, вы знаете, у нас в немецких войсках такой тактики нету, чтобы какого-то одного оставить и всем убегать и даже не предупредить, что мы уходим, отходим. В общем, меня очень сильно поразило неприятным образом вот такое вот отсутствие товарищества и взаимопомощи, и поддержки, взаимопомощи, ну как бы о сплоченности. А что он думал? Он думал, что его как главного немца будут там сразу беречь. Короче говоря, вот так вот он появал. Это уже сколько-то прошло какое-то время, может недели полторы, две, а всего он на Украине пробыл, ребята, внимание, всего порядка семи недель, всего лишь это вот той весной прошлой. Поэтому он основных битв как бы не застал, битв в последнее время. Ну вот он рассказывает дальше. Затем какое-то время еще в районе Киева протусовался, потом их направили куда-то на юг. Он оказался за Херсоном, где-то там между Николаевым и Херсоном. Где-то в степи они держали позицию, и было их там семь человек. Может быть, нет, побольше было. Сначала их было больше, и в какой-то момент все были иностранцы. То есть украинцев там уже не было. Это было чисто подразделение собранное, сводное такое из всех иностранцев. иностранный легион. Четыре или пять человек во время интенсивного боя взяли и куда-то смотались вместе с радиостанцией. Куда-то они смотались. В общем, они ушли куда-то. Ушли. И все, связи не было. остались там буквально, по-моему, пять человек. Сколько там? Пять или семь человек. Я сейчас просто по памяти распроизведу, что я услышал. Два американца, два белоруса, один датчанин и вот наш Паскаль. Вот этот вот. Они остались вот в этом составе, в какой-то небольшой ложбинке. И в какой-то момент их начали обстреливать уже не просто снарядами, ну, снаряды артиллерии, да, которая просто по площадям бьет, заметив там какие-то позиции. А уже конкретно на них вышли российские солдаты и начали обстреливать их из ручного противотанкового гранатомета. Сначала один выстрел по ним дали очень близко, кого-то там оглушило, контузило. Потом, через какое-то время, дали второй выстрел. И уже конкретно убило одного американца, убило одного белоруса. Значит, они поняли, что все, им, короче, хана здесь будет сейчас, потому что не хватает сил и эти куда-то пропали с радиостанции. Они придумали уходить. И вот эти оставшиеся белорусы, американец, это наш датчанин и Паскаль, они решили уходить. Во время отхода, они куда-то в камыши там пошли отступать, во время отхода еще один просто пропал куда-то. Ну, в общем, они его потом уходить, смотрят, нету еще одного. И осталось их по факту двое или трое. Двое, по-моему. Или трое. Бог с ними. И, в общем, они ушли. Дошли к своим. Сказали, вот так и так, мол, все хреново, что такое, а где ушли наши комрады с радиостанции, непонятно. И в итоге потом оказалось, что те, которые ушли с радиостанции, были захвачены в плен. И потом их даже показывали на видео в качестве российской пропаганды, говорит этот Паскаль, что вот они дают информацию. И потом они были в ДНР приговорены к смертной казни. Ну, как мы знаем, ни один из этих приговоров в исполнении приведен не был, а потом всех там обменяли. Это все было весной. Вот. этот Паскаль рассказывает, ребята, во-первых, у нас, а его журналист спрашивает, слушайте, а вот, ну, как вы можете оценить вообще всю эту вашу историю пребывания на Украине, в этом иностранном легионе и прочее. Он говорит, у нас были старые автоматы Калашникова, и на каждой было всего пять магазинов. Это, говорит, очень мало вообще для войны, а для современной войны тем более. Это было крайне достаточно, снаряжения было очень мало, не было практически никаких условий, а большинство из тех, кто вместе с ним попал в этот иностранный легион, они приехали туда фактически как военные туристы, и они очень сильно удивлялись, а почему нет свежей воды, нет, значит, никаких условий для проживания, негде даже разогреть еду, еды, как бы, не всегда есть, вообще нету, говорят, туалетной бумаги, вот все, вот это, в общем, нет комфортных условий, говорят они. И, говорит, в какой-то момент ко мне подходит мой комар, говорит, слушай, а у тебя нету, значит, баллончика с краской, там зеленый или коричневый или серый, какой-то, ну, камуфляжный, он говорит, а зачем тебе надо? Говорит, мне нужно покрасить автомат, покрасить автомат надо, побрызгать на него баллончиком аэрозольным, он говорит, а зачем тебе на него брызгать на автомат? Да понимаешь, я хочу сфоткаться и хочу, чтобы автомат выглядел красиво, а то он какой-то черный, некрасивый, неказистый. Вот такие там были военные туристы, большинство из них сразу же сдриснуло, как только там обратно поразбежались, вернулись. Ну, а этот наш Паскаль, он 7 недель там провоевал, было у него 2 боевых эпизода, по крайней мере, про 2 эпизода он рассказывает, может, эпизодов-то было и больше, по сути. Его спрашивают журналист, а вам какие-то, говорит, денежки-то платили вообще, за что вы там бывали? И тут этот наш Паскаль потупил глазки, потер нос, стал доставать свой это висковой квиток, то есть военный билет, что там показывать, тыкать темы и говорит, вот знаете, гер-журналист, меня записали в вооруженные силы Украины и должны были мне платить деньги, ну, всего лишь, как бы, так, как всем остальным зольдатам Украины, ну, в моем ранге. При этом, говорит, мне ничего, говорит, не заплатили, ничего, ни копейки мне не дали, вот, хотя я на это, говорит, рассчитывал, я рассчитывал на бабки, а бабок мне не заплатили, и никому, говорит, не заплатили, и глядя на все это, я просто в какой-то момент плюнул, да, говорит, и уехал, вот, семь недель проведя там, и говорит, этот Паскаль, говорит, а теперь я вам расскажу, что там на самом деле было, значит, не хватало снаряжения, и все того, что Запад на первых порах очень щедро буквально раздавал украинской армии, все привозил, отдавал, это все, как правило, было по большей части, распродавалось командирами на черном рынке, ну, местными украинскими командирами, все это воровалось, и распродавалось на черном рынке, в их подразделении, там, на энное количество человек, было всего, говорит, всего лишь три прибора ночного видения, было очень мало всяких вот этих военных ништяков, раций, как вот он сказал, было недостаточно, связи не хватало, поэтому мы были просто, как бы, ну, дезорганизованы, дезориентированы, и поэтому все вот эти наши проблемы, все эти наши потери, от того и случались, что у нас, ну, для современной войны, мы, говорит, были не экипированы, неорганизованы, не собраны, в общем, такая фигня, ничего не было, говорит этот Паскаль, и последнее его, такое, боевое, или полубоевое задание, это было, привезти тело своего погибшего комрада, по-моему, его звали Скот, может быть, он был американец, привезти его в морг, и доставить к крематорию, где его, как бы, и сожгут, вот это было последнее задание, после этого он, развернулся, собрал вещички, и поехал обратно, на автобусе доехал через Польшу, добрался до Польши, перекрестился, и вернулся домой, где и решил рассказать, обо всем, том, что он там увидел на Украине, я напоминаю, это было еще в марте, фактически, это было год назад, когда интенсивность боев была абсолютно не та, что было летом, что было осенью, или что было вот, сейчас вот зимой, на некоторых направлениях, вот, вот такие вот они иностранные добровольцы, это один только из тех, кто согласился, сам решил рассказать, этот Паскаль, я скажу, он живет в земле, северной Рейн-Вестфалии, вот, НРВ, этому Паскалью 34 года, у него по большому счету все есть, у него четверо детей, все хорошо, даже есть опыт войны, и опыт службы в бундесфере, но, видимо, что-то не хватило ему, да, что-то не хватало, я думаю, сколько таких вот Паскалей, еще с маленькой буквы, вернутся в свои родные страны, и будут рассказывать, ну, если живо останутся, о том, что происходило там, на Украине, значит, расчехлять всю эту правду, и критиковать весь тот режим, и всю ту армию, которая сейчас воюет на Украине, с российскими формированиями, против нас, защищает свою, эту незалежную, ну, какая армия, такая война, какая война, такая, это такой результат, вот, собственно, потихонечку мы видим, как мы сгибаем всю эту дугу, и просто согнем их в бараний рог, у меня на этом все, спасибо, пока.